Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень интересный вопрос. Идеал православного человека. Какой он? Потому что можно внешне казаться православным христианином, но внутри не иметь никаких нравственно-догматических ориентиров. Поэтому православный человек, он, конечно, с крестом на теле, но и с царем в голове. Он, став христианином, не перестал быть человеком. Поцерковившись, он не расчеловечился. Что, к сожалению, бывает. Старается жить по любви, он держит слово. Что-то кредко в нашем мире. Ответственный православный христианин. Это редчайший добродетель, который даже среди собратьев не всегда вижу. И сам не всегда такой. Что уж тут рассказывать. Значит, не себя, а врачу, истилийся сам. Очень сложно держать слово и нести ответственность в той сфере, которая тебе людьми и Богом перепоручена. Начальник ли ты, подчиненный ли ты, студент, школьник, муж, жена. У каждого с вас сфера ответственности. Мужа одна, зарабатывать деньги, воспитывать детей. Как немощнейший сосуд, оберегать жену. Жена, хозяйка очага. Ну, часто путаются. Эти все зоны ответственности. Хотят меняться ролями. Хотят играть чужую роль. Делать что проще, что легче. Хорошо бы вообще ничего не делать. Спихивать эту ответственность на другого человека. Хотеть, чтобы все было только для тебя, а ты для других ровно столько, насколько вот можно будет просто пошевелить мизинчиком и не более того. Православный человек – это ответственный человек, который держит слово. Хранит верность. Даже когда эту верность хранить не хочется. Когда выгодно, интересно ее не хранить. По отношению к компаньону, к жене, к сотрудникам. Предать легко. Легче, чем когда лепута не было. Православный человек, он поступает не как выгодно, а как правильно. Как подсказывает совесть, как подсказывает Писание. Он не истерит, не ноет, не ворчит, не жалует, не жалуется, не жалеет себя. Так проскакивают какие-то нотки. Нытья, ворчание и жаление. Но это быстро проходит. И ты не выносишь всем мозг, рассказывая о том, какой-то бедный, несчастный, кругом враги. И только ты один белый и пушистый. Тебя никто не понимает. Борись, трудись, не выноси мозг к тем, кому и так тяжело. Не так тяжело от того, что у тебя денег нет, как от того, что ты постоянно об этом ноешь и всех вокруг обвиняешь. Жена бы и рада была бы тебя поддержать, но уже у самой сил нет. Православный человек не должен при воцерковлении похоронить с почестями чувство юмора. Человек без чувства юмора тяжелый человек. А почему-то некоторые христиане считают, что раз на страницах Писания нет анекдотов, то значит и нечего даже улыбаться. Горе вам смеющиеся? Горе тем, кто жизнь пытается превратить в праздник, брак в праздник. Ах, знаете, что-то мне не так с ней интересно, как раньше было. Надо разводиться. Как-то скучно, некреативно. Она сдерживает меня. и вот имей три развода на четыре брака, даже венчанных. Юмор, то, что поддержит семью на плаву, даже когда в тебя врезалось четыре азберка со всех сторон. не хохот, не пошлость, хороший, ситуативный юмор. Оно скрашивает сложности в повседневной жизни. труд. Человек православный, он, как апостол Павел, даже имея возможность жить над поджертвованием, все равно делает палатки. Труд, труд, труд. Нетрудолюбивый православный человек уже не сильно это православный. Кто не работает, тот не естся. Скал не Владимир Ильич, сказал апостол Павел. Христианин дружелюбен. Очень важное качество христианина, который с одной стороны не доверяет и не доверяется всеми вся, но при этом ищет возможность быть для каждого всем, как апостол Павел. Которому мы должны подражать так, как он подражал Христу. Будьте собой, не играйте чужую роль, не носите чужие маски, но не будьте темной стороной себя, если хочется сказать человеку все, что ты думаешь, повести себя с ним страстно нагрубить, оскорбить, насмеяться, то это не ты. Если хотите, бес вас на это толкает. Вот эти страсти, пороки, с которым надо побороться. И относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Вот это христианин. А где найти силы так жить? Батюшка молодец, так все умно рассказывает. Попробуй силы найти. А источник сил у нас один, это Христос. Кто будет есть тело мое, и пить кровь мою, тот будет иметь в себе жизнь. Жизнь вечную, из жизни нынешнюю. Будете иметь силы жить тогда, когда будете прибегать ко Христу. Вкушать его тело, пить его кровь, соединяться с людьми и с Богом в Таинстве Евхаристии. И быть в адеквате. Относитесь к людям так, чтобы они не плакали после встречи с вами и не огорчались. Несите любовь, несите добро. В мире так сложно, так непросто, так тяжело. Если с вами будет легко, если при встрече с вами человеку станет теплее и легче, то мы действительно будем называться христианами. Как сказал Спаситель, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Будьте в любви, пребывайте в ней, делитесь ею, насыщайтесь ею в храме, в Таинстве и в христии, в молитвенном общении с Богом. Помоги нам всем, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры 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 Субтитры